привет вас исторический факт 1 марта 1762 года император никто его в европе императором не называл царь да царь более-менее соглашались но чаще всего цели московия он почему-то себя по глупости называл русским царем великий князь большой белой и малой руси и так далее так далее был такой действительно российский император в самом случае в истории россии так он называется император петр третий помните умирает елизавета петр третий стают императором но его жену екатерина вы хорошо знаете но тогда она была покача женой только же вот этот петр третий издают манифест вольности порядка искать его какое отношение к российской украине это очень большой я сейчас очень большой во-первых почему это издал смотрите мы слово дворяне время приниму какое слово что вы таки не сообразить по слову двор о поняну поймите первоначально дворянин это тот который жил на подворье князя какого-то и дурого человека да действительно князь ему давал какие-то поручения этот исполнял но со временем князь разрасталась или не разрасталась или объединялись на ком-то этапе действительно дворяне те люди которые выполняли поручения или князя или великого князя или царя по этой причине ну как бы считалось дворянин служил да он служил действительно служил и задание дворянина был рядышком сказал князь сюда сказал туда так-то да он мог ему давать поручения военные гражданские поесть налоги вы выпишите да мог ему давать примеру задание там поешь туда и там найдешь порядок или будешь там собрать налоги держать дружину и защищать территорию действительно очень длительное время дворяне это что называется были ну слуги князя царя не имеет значения плойки вещей и слуги считались вечными вот родился ты в семье дворянина значит всю жизнь будешь служить как твоя участь если скажет царь батюшка на войну значит на войну скажет царь батюшка налоги собрать пойдешь налоги собрать а так это строится вообще по большому счету но вот именно как бы упорядочил эту ситуацию считается первым да это было очень много названий тваринин дети боярские жильцы и тому и он говорит все 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 поставил так одно слово тваринин вот сословие тваринин при этом четко сказано тваринин всю жизнь служит царю князю не имеет значения причем исполняет что скажет на военную службу на время на гражданство ну единственное что когда петт первый уже умер потом его там последующие начатки немножко это сказать твариан такую но первых разрешили чтобы один сын не служил ну что какая возникала ситуация очень часто за службу дворянам часто но не всегда бывало жаловали деревеньку то есть царь или князь мог платить деньгами и такая случай был ну вот платить деньгами ты служишь все деньгами с казны получать деньги или тебе дают накормление деревеньку и ты из этой деревеньки живешь вместо денег получаешь как бы крепостные но понимаешь ты постоянно на службе крепостные там а следить за этим будет вот по этой причине да на каком-то этапе разрешили ну вот сына но если ты можешь оставить деревню будет хоть за хозяйством наблюдать потом ну помните беру так вот во времена анны иоанновны дворяне добились того чтобы службу сократить 25 лет говорит ну как умеет совесть сколько всю жизнь и тогда да действительно получилось так что если 25 лет он служил ты имел право ну как бы идти на покой жить свои деревни ну вы же понимаете как у нас все это происходит вообще по большому счету вот это политика ну как бы вольности дворянства идет от речи посполитой может в речи посполитой еще за 200 лет до всех этих событий если даже не больше дворяне добили себе очень ужасно такие же короля избирает имеет право королю лично претензии противить и в это накладывать ну крутизна а в российской империи это все понятное дело что в реании бузили просто там можно а нам нельзя не справедливо по большому счету понимаете почему 5 3 издал этот манифест подмазаться вы понимаете вот эти прошения просьбы конечно же все-таки и он-то понимал что для то чтобы быть популярным что тебя поддерживали что тебя как бы преданки были надо надо сделать такое чтобы сказать ой как хорошо вот он издает этот манифест и действительно но с точки зрения твариат он их не хотел кинут да царя избирать не имеет права обойдетесь как не ваше дело но он не разрешил выходить в отставку любом не нравится да тут какая ситуация ну когда ты служишь тебе жалоба а если хочешь в отставку жалоба а там уже получилась какая ситуация уже время шришло и получились уже потомственные дворяне которые были вот эти деревеньки и честно раз служить так же и они в общем то достал ты царь батюшка своей службы можно ли как-то пораньше в отставку царь батюшка пушки отец отец он как вы сами понимаете дворянского такого рода так дальше родовито пушкин и так дальше ну понятно дело он закончил по моему это ликадецкий то ли пашеский корпус но и соответственно получает первый чин корма это что-то такое и пошел да он практически не служил а почему у меня штат деревенька та деревенька черта не служит это как бы пример приводят ну это один из примеров таких как отец пушкина было довольно можно не хотели и служить потому что уже тогда просто сформировалось так что были такие дворяне которые были этих деревень хотя большинство большинство деревенек не имеют это тоже немножко путаница почему-то все считают что дворяне всегда имели крепостных нет больше сейчас дворян жила на жалобе несколько сны тут даже какая была ситуация когда вот 3 этот манифест издавал его советники правильно давай-давай они ее подталкивали потому что ты понимаешь что происходит вот мы сейчас издав манифест какая-то часть свалит меньше платить надо будет а так получается у него деревенька мы ему сейчас зараза платим уйдется а так мы его выветрили да и действительно определенная экономия получилась вы же не забывайте что если у тебя была деревенька у тебя были крепостные ты платил народу это же тоже была хитрость это берем как раз ввел такое правило что вот ты имеешь деревеньку у тебя есть крепостные сказку помните щичками да сказку реестр и за каждого крепостного ты платишь подушинный народ получается так что а если больше больше платишь такая была хитрость а если ты на службе нет и межкрепостных нет не оплати такая хитрость ну что еще в этом манифесте это право без разрушения выезжать за границу ну скажем так вы все слышали пиот посылал 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 но только свой любовь царский вообще по большому счету с россии бриц годунов действительно ну пытался посылать за границу учиться все кто он послал никто не вернулся и а потом вообще но как бы вот считалось так что за границу это нехорошо нельзя в россии в россии и действительно ну грубо говоря при петре а потом его ты всех последующих там анна елизавета не только созвали не перейти то есть ты не мог уехать это же понимаете в чем дело поняли что люди поедут там останутся или еще хуже поедут увидят как там пред расскажет и вы что с ума тоже же грязь болот холопы дикость какая-то евро так вот он разрешил и самое главное то что вы не сюда прочитаете этот манифест отменял телесное наказание тваря вы смотрите вы сказать и дикий народ дикие нравы там в те времена наказание розками плетью это было ну как бы это само собой разумеется то что только то исключение и так действительно были случаи канал ну наказывал должников так как человек долги не вернул его плетью побили долг списали такая была партия так вот этот манифест запрещал дворян не купцом пожалуйста крестьян то кто хочет просто найти дворянина нельзя и действительно ну как бы считается что с этого момента дворянство стало честно понимаете да это дворянство это было что-то холло те же холопы но только что они как бы немножко ближе к царю а те же самые холопы потому что действительно были случаи когда там даже Елизавета Петровна осерчала и велела пример вот весь всю роту вот этих дворян или этих выбрать выбрать ну просто и так захотелось бывали случаи когда действительно до смерти за пару ну там ну такое было а тут издается нельзя не можно тюрьму посадить там крепость нельзя пороть нельзя и там действительно почему говорят что Пушкин это первый невыпрантый ну действительно там уже поколение отец уже как бы Пушкина дворян который и тогда действительно вот это тоже интересная ситуация почему помещики так беспощадно пароли крепостных понимаете причем до смерти забивали забивали до смерти в некоторых случаях вообще не было нельзя выяснить логику зачем ты убиваешь человека причем адский почему только потому что тебя нельзя наказать и всех может но это тоже вот этот понять вот вы говорите вот почему нельзя понять русских невозможно ну честно говоря ну вот где логика то есть русский помещик до смерти забивает крестьянина только потому что он знает что он имеет право а его право не имеет что было дальше знаете вот тоже интересная ситуация я говорю что когда принимал он был уверен что ну это он создаст ему сильную сильную поддержку конечно он знал что Елизавета Петрова совершила государственную перегрузку она незаконно захватила власть еще раз говорю незаконно никаких прав на престол она законно наследник российской империи был антон иоаннович согласно всех законов которые сдал перед первым в свое время сдал закон согласно которым наследник только может быть тот которому который указан соответственно завещание предыдущий император и когда умирала анна иоанновна она четко прописала что наследником она оставляет антона иоанновича жестко по всем законам а самозванка нет ну что вы правильно поняли Елизавета Петровна Елизавета она родилась вне брака это потом ее прицаривали она вне брака то есть она никаких прав не имела согласно закону который принял ее отец она незаконно скинула законного императора антона иоанновна и захватила и сказал а вот что касается Петрити закон ну Елизавета когда умирала она стала завещание и назначила императора ну соответственно Петра Антоновича вообще-то так он назывался ну стал Петрити так что как видите тут все четко но вот он сказал подумал так сейчас я тут пройму народ сказать о какой хороший император какой хороший царь батюшка я буду поддерживать промахнулся вы наверное знаете что Кетерина вторая нутарь не была Кетерина София еще была он ее скинула да да там конечно вы сразу начнете любовные да не любовные там все банально просто она действительно очень быстро сориентировалась что сколько волка не кроме она все равно если понимаете вот эти все подачки хорошо но мало 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 плюс опять же сработал тот нюанс когда продажность окружения не имеет храниться да она сформировала так сказать команду фактически убили Петра Третьего и она стала императрица не имея никаких права императрица жена императора это не императрица это просто жена императора где ваша разница а сошла и одним из первых документов который приняла уже Кетерина вторая манифест вольности она практически его повторила немножко расширила там добавила ну практически то же самое ну во первых чтобы задобрить так дальше но это еще не все подходим до Украины помните раздел 1776 и так дальше когда большая часть уже правубрежной Украины ушла в состав в российском мире но вы наверное не знаете что на любрежной Украине во времена ну во первых Петра во времена даже когда Екатерина сразу стала императрица была гетьмальщина то есть там власть была но она отделялась отбывалась Российской империи были определенные свои законы даже свои налоги не удивляйтесь ну и соответственно Екатерина вторая если Петр Треть на это все из пальцев смотрел она эту гетьмальщину ликвидировала ну если помните там было довольно все просто там последний гетьман Богоразумовский которого она сделал президенту Академии ну он его не возражал он просто на каком-то этапе он понял что он уже не работал ну понимаете она себя выродила эта гетьмальщина она была но уже она настолько себя выродила что и вот территория Украины стоит частью Российской империи что делать Катерина вторая угадайте она начинает подмазываться украинским казачкам ну прежде всего конечно сотникам полковникам но она же понимала что отменить это одно дело надо чтобы эти все как бы поддержали по этой причине она задает указ на дефест даже согласно которому теперь вся казацкая старшина принцип дворяна то есть автоматистка стоит дворяна сразу им раздавала офицерские чины был такой принцип если ты значковый казак значковый это что-то наподобие даже сложно сказать ну гвардия давайте так скажем корнет самый низкий если ты сотник ротмист полковник да полковник причем со всеми регалиями как положено плюс естественно все что они нацаревали наворовали во времена своего так сказать за тобой то есть она практически закрепила вот эти все державцы но эти незаконные захваты земли которые промышляли казацкие полковники сотники и саулы она все это узаконно хорошо все что она царевала все ваше провела перепис документы разломала тебе такая молочка и все и вот она когда вот этот манифестик уже сама принимала вольность вот всю вольность она распространила на всю казацкую старшину они говорят ой матушка родная так мы же тебя любим аж 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 три раза то есть перепостных получили землю получили служить необязательно все это здесь так мы же все как как бы мы за вас родная по этой причине когда говорят вы постойте как же так сражались там это пережили там за гетьми это же воля и вы отказались от воли конечно какая воля тут делят имущество но это ли убережно а про убережно которая была речи посполитой ну ту же шкатерина наша понимала что тоже надо подмазаться так шабашка вы понимаете ты захватываешь чужую территорию там ну польская шляхта ну скажем бывшие эти казачки тогда же надо же как-то подмазаться манифест все имущества которые владели польской шляхточкой узаконим все захваты земли переделы узаконим все документы права собственности узаконим мало держишь на на со щедрот свои так разделами тем бывшим польским польским шляхточам ну если представить не может эту шнасть причин почему действительно так взлетели польская роды не который очень щедро вздавал но первых как раз это дальше получился захват территории Крепского хавстана, а там еще, ну, это начало очень, там, мало, держи еще, на, на, а у тебя было, еще держи, плюс начал раздавать им там и титулы, и звания, и все, что, то есть она очень хотела и добилась этого, да, у нас когда были, чтобы они были довольны, матуши, ну, они были довольны, там только некоторые польские шляхточки действительно уехали за границу, и бузили, говорят, мы хотим восстать, Польша, ну, большая часть польских шляхточек стали такими рыськими шляхточками, вон они, обалдеть просто рысь, так что вот такой вот этот манифест, да, сейчас вам, конечно, сложно проявить значение, но в то время действительно у него большое значение, потому что фактически получилось как, ты вроде бы все имеешь, и в тот же самый момент ты можешь у не служить, не плохо вообще-то просто, а? Эх, надо бы сейчас так на манифесте, так никто ж не примет, не дождешься, все, благодарю за внимание, всего на лучшее, пока!